итак друзья привет с вами вновь канал я мой хвост я его ведущий Олег как я вам обещал мы с вами находимся в хаски лэнде пожалуйста друзья сейчас про хаски про сибирскую хаски нам расскажет вице-президент федерации ездового спорта Наталья Наташа как зовут вашу собачку это демон собака очень экспрессивная очень характерная на самом деле у нас питомники 13 собак этой породы и у всех свой характер все по-разному на самом деле их можно сравнить с людьми вот как люди ведут себя в жизни также ведут себя собаки-топороди честно говоря я не могу сказать про других именно собак ну сравнить то есть хаски с другими собаками ведут ли они себя так же потому что у нас просто такой вопрос тоже не у нас есть в питомнике настоящая любовь действительно это так у нас один парень Акела любит Джесси у них родился ребенок он тоже у нас остался то есть однолюб такой да однолюб есть такой правда действительно любит а прям видно не дай бог их рассадишь они начинают выбивать сетку в вольере выгрызать чтобы попасть друг в друга Наташа вот сейчас вот моды идет на хаски очень много владельцев чисто вот у нас видишь как выбирают породы собак они чисто визуально посмотрели чисто внешне понравилось тем более это будет пару сюжетов по телевидению показали все хочу хаски вот условия особенности содержания хаски они чем-то отличаются там например от немецкой овчатки это собака может содержаться в квартире или все-таки лучше это вольерное содержание для них ну допустим вот человек не хочет чтобы рабочие качества как-то собаки проявлялись просто взял домашнего любимца вот смотрите есть у нас лично из опыта опять же говорю в питомнике есть собака зовут бугатти она домашняя собака абсолютно домашняя то есть как мы это узнали она когда была беременная мы увозили в город свой дом она жила с нами в зимнем саду отдельно и они значит эта собака которая заходила заходила она была такая счастливая вы не представляете просто это очень умная собака все ее действия телефон звонит она его в зубах несет это без обучения сама так понимала сама ничего не учили честно вот не воспитывали ее вот под этим не дрессировали демон устал он очень видите вот опять же пример экспрессивности собаки надо повеситься побалдеть ему надо побегать поговорить чтобы поглазить поэтому есть собаки которые могут жить в квартире в этих условиях домашних но есть собаки которые опять же у хаски и меду которые живут именно в вольере мое личное мнение все зависит от характера и на самом деле если собака готова жить и почему нет ну то есть в щенячьем возрасте ты же не поймешь готова она никому вода не поймешь согласно вот в этом то все загвоздка поэтому я могу сказать что по моему мнению собаки ездовые северные у собак подшерсток мощный да я сейчас я не должен сейчас сидел рядом у меня колено прям жаром прошло они все-таки должны жить на улице и не одни а именно с тайной наташ ну вот смотри можем и порекомендовать нашим зрителям вот например задержались у заводчика щенки да где-то месяцев там до 6 до 7 и вот начинает уже проявляться вот этот характер и уже из этого выводка то есть 6 месячного 7 месячного уже я думаю что наверное можно понять все-таки квартирный он или все-таки уличный да конечно есть люди которые вообще даже правильно делать они держат собаку это возраст очень крупный и воспитывают их под того кого не хотят есть выставочные каски у которых есть собаки бегущие спортсмены которым экстерьер не важен вот главное чтобы собака бежала и они соответственно и размеры и шерсть у них разная бывает собаки совершенно могут отличаться по виду если пройдете по вольеру поймете демон демон работать хочет он работе он бегающий у нас в основном спортсмены но у нас есть и опять же выставочные собаки наташ все мы поняли о том что значит какие собачки что собачки себя представляют квартирными 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 примерно определились расскажите немного о хаски лэнде вот я вот житель города кемерово я только узнал о вас хаски лэнд был создан два года назад получается в прошлом году и вы за два года так развились ну да с прошлого года начали работать мы открылись это семейное дело я не могу сказать что это бизнес это для души души да и в первую очередь это было сделано для собак потому что когда мы поняли что собаки уже не могут просто в городе жить в баньере потому что места не хватает собак много у нас питомник поэтому так вышло что мы приобрели здесь землю и перевезли сюда собачек мы сначала просто сами катались сначала земля я изначально не плакала мы просто хотели сюда собак привезти вот так вот и все как-то так знаете получилось люди начали просить покататься на упряжках и мы подумали почему бы и нет ну правильно хорошо они можно сказать работают на себя мы их никогда не заставляем и не мучились собаки не хотят бежать они не бегут но они работают зарабатывают себе на еду то есть у вас не зверинец как такой армянский зоопарк чисто вот за бабки у вас собачки они вверх меняется я посмотрел что смены идет постоянно то есть не мучают собак именно для для получения скажем так какой-то коммерческой выгоды то есть здесь все для собак для ребятишек вот какая программа в чем заключается программа приехали ребятишки что происходит есть развлекательная часть впознавательный вы же рассказал на меч вообще в самом начале вот как раз в впекании части сам начале я плавал бою образовательно образовательная образовательная это любозникательное потом еще раз образовательные гостиных да не приходит когда мы у них проклада экскурсия он такой вот собака которая мало лает только только песни поет улыбающийся собака посмотрите смотрите образовательная программа первая часть приезжают ребятишки и взрослые рассказывают про породу поводится экскурсии здесь ну очень хорошие места фотография потом положу дальше значит идет у вас спортивная подождите нет у вас хотя развлекательная вот здесь не вот наташа немножко неправильно сказала дальше идет у них горячее питание здесь чаепитием сейчас мы зайдем и посмотрим что там ну вот посмотрите здесь проходит сейчас не только катание здесь также кормит ребятишек так сказать после катания подкрепляется малинечко немножко камера запотела но я думаю что скажите ребят вам понравилось здесь что понравилось конкретно на собачках катались нет еще сейчас пойдете кататься да какие ощущения чего ждете греетесь да ну так это вот ребят потом после этого все идут кататься на собачьих упряжках детишки вот прям с первого класса могут ехать мы ставим собачьих конечно послабее чтобы не дай бог это не случилось правда так что рассказывала давайте что-нибудь покажем он у нас где воспитывается дима голос дима дима говорит а лайвай лавакс нет это дима голос 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 меня зовут Олег и тебя как зовут? меня зовут Катя Катя а ты откуда приехала сюда построить? я приехала из города Юльги из города Юльги ты же какой школе учишься? я учусь в четвертой школе а класс? четвертый А то есть ехали специально для того чтобы посмотреть на собачек да? ну как тебе хаски понравились? хаски очень красивые дружбовые собачки они любят играться мы сегодня играли в эстафеты эти собачки очень красивые они любят играться с детьми они не змеи не кусаются а кто больше понравился тебе? мне больше понравились собаки женского корня потому что девочки да? сейчас мы покушаем да? сейчас вы будете кататься да мы сейчас будем кататься на упряжке это очень весело надеюсь так друзья ну замечательно мы провели время здесь конечно буря положительных эмоций от катания от общения с животными просто ну восхитительное место даже не хочется отсюда уезжать я нахожусь здесь пару часов у меня заболела голова знаете почему заболела голова? потому что здесь воздух такой вы не представляете и мне человеку пропитанному вот эту вот гарью городской я приехал я здесь дышу свободно ну просто великолепно давайте подведем с вами эту что я здесь увидел здесь я увидел полное понимание между человеком и собакой здесь я увидел как люди которые ну специалисты своего дела из обыкновенного вот из любви к животным из любви к собакам а у нас повторюсь что канал как раз и строится на том чтобы выстроить правильно взаимоотношения любя свое животное любя своего партнера любя свою собаку здесь это превратилось в так называемую образовательно здоровую программу то есть здесь идет процесс образования здесь идет процесс отдыха и вот честно говоря я бы порекомендовал бы и Наталье и вот всей команде которая работает в Хаски Лэнде чтобы они обратились либо в администрацию либо я не знаю там в здравоохранительную какую-то программу я не могу это сказать но точно я уверен что вот такое место как Хаски Лэнд насколько оно влияет на детские ощущения эмоционально и программа по развитию аутиста в содействии деткам аутистам была бы абсолютно не лишним заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится добро пожаловать в Хаски Лэнде это га-рус-порт и вот это бре-рагу юга и бре-рага и вот и вот работаем Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!